Продолжение следует... Вот видели такие ягнята, козлята, у них еще нет рогов. Они такие милые, приятные. Вот такой козленочек, ягненочки такие бегают. А потом начинают расти рога. И когда начинают расти рога, они начинают быть уже не такими милыми. Они хотят эти рога испробовать друг на друге, на дереве, на хозяине, на заборе. И они все время начинают сталкивать, особенно молодые вот эти вот самцы, начинают бодаться. Даже еще маленькие такие рожки. Так вот, это нормально, рога растут по мере нашего взросления. Вот смотришь, да, вот человек только пришел к Богу, там иногда старые фотки смотрю, там такой, только вот с реабилитацией, такой аж сама вот эта простота и милота, такой весь сияющий, всех любит, всех рад, все готов делать, помогать, что не попросишь. Потом смотришь, рога начали расти. Уже такие, уже лицо такое, не такое простое, уже все. Рога растут, это нормально. То есть у нас должны быть рога, для чего? Вы знаете, что рога это власть, власть. Вот чем больше мы получаем власти, делегированное нам свыше, сниже, тем массивнее рога растут. Потому что рогами, говорит, Господь, говорит, с тобою избодаем врагов наших. Избодаем врагов. Рога нужны для чего? Чтобы бодать. Видели, есть такое животное в Африке, буйвол черный такой, это один и его там пятерка самых сильных животных в Африке. Так вот, буйвол убивает тоже много людей, хотя он травоядный. Но он настолько агрессивный и сильный, что он может вот этим рогом, там эти львы улетают как щепки от его рогов. Поэтому они боятся с ними иметь дело. Они маленьких и больных нападают, но большого буйвола вот с этими вот рогами, вот Маугли ездил, помните, в мультфильме, как на Харли Дэвис. Рога, серьезная штука. Так вот, рога нам нужны, нужны. Мы без них не сможем воевать. Мы не сможем избодать наших врагов, если у нас мягкий лоб. Поэтому лоб должен быть твердый. И вот когда вырастают вот эти вот барани или там какие-то вот такие вот рога, видели, как бараны, они бьются со всей силы и ничего, нормально себя чувствуют. То есть, бум! Так вот, есть такие вещи, рассказывают, что когда волки приходят, волки боятся этих баранов с рогами, потому что баран как даст, что челюсть вставная выпадет у волка, последняя, дорогущая. Поэтому волки ищут безрогих каких-то беззащитных, а бараны выходят вперед и начинают давать отпор волкам, которые подходят. И волки боятся их. Поэтому в стадии нужны бараны с большими рогами. Вот где этот рог? А куда он? Вот он. Вот, смотрите. Вот такие вот, понимаешь? Ух! И это по Писанию. И Давид говорит, нечестивым пообламывая рога. Знаете, есть такое выражение, обломать рога кому-то. То есть, попустить вообще. Вот кто-то ходит такой весь, ему обломали рога, и он такой сразу смирился. Так вот, есть огромное искушение, когда начинают расти у нас рога, вот власть какая-то приходит, какое-то положение в Господе. Начинать бодать друг друга. То есть, то ходил такой ягненочек, смиренный, а то уже смотришь. На Моисея кто вылазил? Рогатые всегда. Там же не ягнята выходили. Вот эти все кореи, там, дофаны и прочие. Так а у Моисея были рога? Еще какие? Если бы он боднул, этих дофанов бы мокрого места не осталось. Но он их не использовал против людей, эти рога. И он был над кратчайшей из людей. То есть, человек, у которого в руках, простите, жезл был. Он говорит, ну иди сюда, дофан, давай за скинию, зайдем поговорим. Все, и нету дофана. И кореи нету. А он куда? Он к Господу бежал. Так делал, в принципе, и Давид иногда. То есть, рога – это нормально, но всегда надо быть бодрствовым, чтобы не начинать бодать других, братьев, сестер. Смотришь, особенно вот молодые, когда только-только вот эти рога начинают расти. Такое вот желание всем показать, что у тебя тоже есть твое фея. Мое фея есть тоже. Короче, будьте Божьими сынами, а не баранами и козлами. Аминь. Значит, одно откровение, оно пришло на высоте 10 тысяч метров. Когда мы летели сюда, в Крым, я начал получать определенные вещи, которые они просто до этого приходили, а потом раз, и все сошлось в одном месте, в одно время. Но перед этим надо, ну, вот такие вещи, я должен сказать. Смотрите, всякое откровение, оторванное от повседневной жизни, бесполезное. Неважно, какое откровение вы слушаете, если это откровение не находит места в моей повседневной будничной жизни, оно бесполезное, оно просто информационное, все. Настоящее откровение свыше всегда будет отражаться на моем характере, на моем восприятии, на моих ожиданиях, на моих желаниях, и в конце концов на повседневной жизни, на том, как я себя веду. То есть, можно наслушаться каких-то откровений супер-пупер, но ничего не изменилось абсолютно. То есть, на служении было круто, как вот поется в песне, приду домой, там ты сидишь, и все как бы по-прежнему. Это неправильно. Слово, которым ты не живешь, не живет в тебе. Слово, откровение, которым я не живу, его нет во мне, оно мне пользы не приносит никакой. Оно может быть только в голове, в тетрадке записано. Но если я, то, что говорят апостолы, помните, о том, что видели, о том, что слышали, и о том, что осязали, вот о чем мы говорим. О чем-то практическом. Павел пишет, мы не осмелимся учить вас чему-то, чего вы в нас не видите, чем мы сами не живем ежесекундно, ежедневно, не живем этим. То есть толкать какие-то теории, потому что тема будет такая, вы поймете, к чему это. Нету таких откровений, которые вот оторваны от реальности. Вот чисто для того, чтобы люди послушались, сказали, вау, вот эта глубина глубокая, широта широкая. Каждое откровение должно найти место в нашей повседневной жизни. Аминь. Но иногда дело не в откровениях, не в том, что плохие какие-то откровения пошли. Слушаем и ничего не меняемся. Дело в том, что мы ленимся и не хотим слушаться слова. Тоже бывает. Бог дает слово, но мы как-то, да, это ж надо делать. Это ж не то, что оно само, вот это, помните, как вдруг, как в сказке, там, и вот это вот, волк играл на гуслях, и оно как-то само. Нет, нет, откровение надо делать, его надо воплощать в жизнь. Но иногда мы не хотим слушаться просто слова. Также жизнь в суете и заботах заглушает даже самые мощные откровения. Можно поехать вот на любую школу Крюковского, там, Шагаса, Шиповалова, получить бомбы в свой дух, приехать, и суета и заботы заглушат, оно засохнет все. И не принесет никакой пользы. Поэтому любое откровение, наша ответственность, получая откровение, стараться, как это называть, вмонтировать или поместить его в свою жизнь повседневную. Есть такие, а, сейчас расскажу, умное слово есть. Интегрировать. Интегрировать. Слово в мою повседневную, в мое отношение с женой, с детьми, с соседями, на работе, вот, ну, во всем. То есть оно должно найти какое-то отражение, влияние. Тогда это слово во мне живет, иначе это просто сказки, рассказы о Господе, христианские повествования и так далее. Может, интересные, крутые. На Ютубе сейчас столько всяких шок, знаете, шок. Это скрывали от нас. Вот набрать это вот на Ютубе, секретные там видео, удаленное со всех сайтов. И начинаешь смотреть, и там такие тайны эти открываются, и все, и думаешь, а что, пустота. Вот так. Итак, переходим. Переходим сюда. Есть молоко. Ну, молока мы все наелись уже нормально. Есть более твердая пища. И апостол говорит, что твердая пища, она свойственна не всем. Не все ее могут вместить. Поэтому, если что-то не вмещается, не надо туда это пихать. Нельзя запихиваться едой, которой ты, ну, зубов нет, переживать. Нельзя глотать. Можно еще хуже себе сделать, чем вообще голодным бы быть. Ну, хотя бы, не знаю, посмаковать чуть-чуть, если уже переживать не можешь. И вот эти вещи, которые я сейчас буду делиться, они для людей, которые уже имеют определенный опыт. То есть, говоря об этих откровениях, я могу сказать, хоть это покажется там хвастовством с моей стороны, но как будет, так будет, что у меня так, по крайней мере, я не знаю, у кого как, вот у проповедников, я не делюсь теми вещами, которые я не прочувствовал своей кожей, знаете, вот на своей шкуре не испытал. Вот как эти вот, все время вспоминаю историю из-за первых физиков, ядерщиков, которые делали на столе, руками эти расщепляли атомы, вот эти ядерные реакции в миниатюре, и все пооблучались, поумирали, потому что никто же не знал, как это опасно, с ураном вот с этим вот возиться голыми руками. Поэтому то, что не прошло через меня, оно не будет иметь силы и власти, когда я это буду говорить. То есть, я могу получить откровение, высвободить его, и это будет бесполезно, оно бессильное откровение, пустое, то есть неоплодотворенное, не имеющее в себе вот этой дюнамис. Поэтому есть вещи, которыми, ну вот как, знаешь, как какой-то вот, знаете, этапы, ты проходишь там раз пять лет, и в конце, бум, пришло откровение. Но за этим откровением стоит пять лет опыта, практики, пока это все сформировалось, и ты раз делишься этим, зная, что это работает, что это не предположение. Рискну предположить, что у ангелов такие есть крылья. Нет, это не то. Это не откровение. Откровение, оно должно прожиться через нас. Тогда это имеет вес. Назовем так, чистота духа, частота, знаете, что такое, не чистота, не чистый, а чистоты, волны, знаете, волны, чистоты. Радио ловили когда-нибудь? Высокие чистоты, низкие чистоты, там, средние чистоты. Чистота. Если, ну, что в это понятие входит? Я не буду сейчас физику какую-то открывать. Вы знаете, что вообще происходит? Свет, который мы видим, он же не прямой, он вот такой вот. То есть он волнообразный, все вокруг нас волнообразное. Так вот, вы знаете, что цвет, который мы видим, зависит от чистоты колебания света. Красный, синий, это же все в свете, есть весь спектр. Так вот, те цвета, которые мы видим, посмотрите, наши, ууу, как это все устроено, это же можно закипеть. Все, оно вот имеет свою чистоту, так скажем. Если бы все было на одной чистоте, мы бы все видели серым каким-то одним. Но из-за того, что все имеет разную чистоту, мы видим разные цвета. А наш глаз, он как приемник. Что входит в это понятие? Я не буду сейчас говорить о физике и так далее. Нет, речь о духовных вещах. Чистота. В это понятие я включаю концентрация, плотность, крепость, твердость, давление, нагнетение. То есть, если берем увеличительное стекло, все же жгли когда-то муравьев в своей жизни. То есть, мы берем увеличительное стекло, и оно концентрирует все лучи Солнца в одну точку. И начинает гореть. То есть, концентрация или чистота вот этих вот лучей становится такой маленькой, плотной, что оно начинает сжечь и начинает гореть. Бумага, дерево, муравьи. Себе даже пробовали, как оно там на коже, да? Больно. До этого вот вокруг нас эти лучи никого не обжигают. Но если начать сужать вот эту чистоту, начнет гореть все. Лазеры вот эти. Поняли, о чем речь? Видели, как водой сейчас режут вещи? Водой. Под очень высоким давлением, очень узенькой такой вот струей режут камни. Металлы режут водой, песком. То есть, мы можем лить воду сколько угодно, ничего не разрежется. Но если сузить ее чистоту, вот ее плотность, и под огромным давлением пустить, она начинает разрезать просто невозможные вещи, вода. Вы видели эти? Нет? Вот посмотрите, на ютубе уже есть эти водяное такое пила, как ее называть. Тоненькая струйка, которая режет все подряд. Так вот, вот о чем речь. О чистоте духа. И сегодня взглянем так нетрадиционно, несинодально на одно место Писания. Я его сейчас зачитаю вам. Одно место из Священного Писания. Смотрите. Матфея 7 глава, 13 стих. Входите тесными вратами, узкими. Потому что широкие врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими. Вот это вода просто так, сама по себе. Свет, который вот, ну, рассеянный такой. Потому что тесны врата и узок, путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их. Вот на это место взглянем немножко под другим углом. То есть мы имеем широкий путь. Вот так его сделаем, широкий. И какой-то очень узкий. Сейчас речь, безусловно, вот мы слово воспринимаем очень приземленно всегда. Очень приземленно. Вот по-колхозно-крестьянски, знаете, там, ведро, колодец, пруд, околица. Но слово, оно многоуровневое, и оно может открываться, и открываться, и открываться. Но ему есть дело до всего. И вот есть широкий путь, есть узкий путь. Соответственно, там, где широко, легко и безопасно. Вот водичка, водичка. Все мы любим водичку, там, душик принять, попить. Но если у нас есть водичка, которая под огромным давлением, вот такой вот маленькой узенькой струйкой течет, попробуй пальчик туда подставь. И пальчика нет. Голову подставишь, головы не будет. Это опасная штука. И водичке там совсем некомфортно, вот в этой вот, вы знаете, там. Ты такой, тут тебя вдруг в узкие и тесные помещают место. Но вдруг вода обретает некую способность резать все, что можно. Алмазы. Самый крепкий, да, считается минерал на земле, алмаз. Почему делают вот эти пилы, которыми пилят гранит, мрамор, и алмазной пылью, крошкой? Потому что у алмаза такая кристаллическая решетка, расстояние между его атомами и молекулами настолько маленькое. Он настолько весь плодный, что он крепче всего остального, и он может это все резать, сам оставаясь не... Понимаете, в чем суть? То есть бумага, она мягкая. То есть если взять даже вот эту вещь и начать их соприкасать, здесь молекулы поплотнее, и оно порвет эту бумагу легко. Почему эту сталь, вот эти японские все эти самураи, вот эти мечи острейшие, ее постоянно раскатывают, собирают, раскатывают, разбили, собрали, разбили, собрали. То есть этот меч его разбивают в лист, потом скручивают в трубочку и опять расплющивают в лист печку, чтобы уменьшить вот это вот расстояние кристаллическое, то есть изменить плотность материала, и тогда этот меч не ломается. И может рубать все под головы, кости перерубать. Чистота духа. У каждого духа своя чистота. То есть смотрите, что такое. Видели эти волны, да, вот как они выглядят? То есть вот она. И здесь. Другая чистота. Не знаю, попытаюсь на пальцах, да, объяснить? То есть если бы пила или дрель крутилась вот так вот. Она бы что-нибудь распилила? Никогда. Поэтому чистота должна быть очень такой вот плотной. Вот Слава звуки изучает в машинах. Он слушает, как работает двигатель. Троит, говорит. Что-то не то. Чистота не та. Звук не тот. Должно по-другому звучать. У каждого духа. Вы знаете, что нечистые духи, это все те же самые духи, ангелы. То есть, как, механически, если так можно сказать, они те же самые. Их Господь сотворил одинаково. Он не сотворил демонов каких-то особенными, а божьих ангелов, они все были божьи ангелы. Поэтому весь духовный мир, когда я говорю чистота духа, я не имею в виду чистота беса или какого-то ангела, ангела Боя, вообще чистота духа, духовного личности. А мы что, дух? Мы дух или нет? Дух. Так вот, у нас тоже есть определенная чистота. Соответственно, если сравнить меня с водой или со светом, я могу быть очень рассеянным таким, приятным, тепленьким, таким освежающим в жару. Или же, представляете, вот ты встречаешься, а там концентрация такая, света, он на тебя смотрит, а у него с глаз огонь идет, как у Иисуса. Что это такое? Это вот это и есть чистота духа. Или мы просто там пообщались мило, в теплой дружеской атмосфере. Ну вот, вот здесь. Или же ты встретился со светом, который прожег в тебе дырку просто, в голове прямо. И ты не можешь это забыть. Вот что такое встреча с настоящим пророком или апостолом. Кац пишет, это равносильно встрече с Богом, потому что они ходят в такой чистоте, вот как вот эти вот, ну вот когда зубы сверлят, там оно должно очень быстро вращаться. Если оно будет вращаться медленно, это будет больно и неэффективно, оно будет ломать зуб. У каждого духа своя чистота. Внимание! Чем сильнее дух, тем уже его чистота. Сейчас до практического применения дойдет тоже, я верю. Чем сильнее дух, тем уже его чистота. Духовная чистота. То есть, помните, это три буквы К. Краткость, конкретика, концентрация. Вот это о чистоте. То есть, можно проповедовать три с половиной часа и лить воду просто. После хорошего приема в ванной или баньки, или душа, или моря, чувствуешь себя хорошо. Но если постоять под этой струей, которая режет, как меч, и проникает до разделения души и духа, другие ощущения, другое мировосприятие начинается. Люди иногда уходят со служения, где служил пророк, вообще разбитыми, распиленными напополам в своей душе. Они не уходят окрыленные, не всегда бывает, да, уходят. Но иногда они уходят с такими знаками вопроса. И говорят, я думал, мне сейчас он все объяснит, а он мне еще больше вопросов поставил в жизни. И что мне делать? Он говорит, иди к Богу, строй с ним отношения, общайся, получай слово, хватит лентяйничать, и думает, пророк придет, все скажет. Придет момент, Господь говорит, заберу вообще из уст пророка в слово, не будет слова. И он тык-мык, а нечего сказать. Представляешь, такой, приехал за 3-9 земель увидеть пророка, заплатил бабла, стоишь в очереди 3 часа, доходишь, пророк руку возлагает, говорит, нечего тебе сказать. Следующий. Чем сильнее дух, тем уже его чистота. То есть вот эта плотность, напор, давление, концентрация там намного больше. Вы знаете, колеса, видели в машинах, вот колеса? Чем уже колесо, тем больше давление внутри него, вы знали это? Чем больше колесо, тем меньше давление воздуха в нем. Вот кажется, белазы, там такое давление, а там мало его. Самое сильное давление в этих спортивных колесах, вот маленькие такие трубочки, знаете, там, по-моему, 11 атмосфер туда вставляют. В обычное колесо, там, по-моему, ну, в мотоцикл там около, что-то там, 2,5, в машину еще меньше, 2. А там 11, вот такое вот маленькое, вы знаете, какое давление воздуха. Узкая, вот запомните, узкая, что такое узкая? Это неудобно. Носили узкую обувь, узкую одежду? Когда стояли в узком месте, я ненавижу, вот особенно в пещере какой-нибудь идешь, знаете, хочется желание уйти скорее оттуда. А есть вот, знаете, там надо вот протискиваться аж. Узкие места, они неудобные, они неприятные, нежеланные. Гораздо приятнее гулять по широким улицам. Широко, узко. Идем дальше. Чем сильнее дух, тем уже его чистота. И чтобы победить его, тебе придется ходить в такой же узкой чистоте. Я никогда не смогу победить вот такой дух, живя вот в таком вот состоянии. Сейчас. Что значит? Это значит, чистота, вот эта вот узкая, плотная чистота посвящения, конкретики, концентрации, дисциплины, точности и порядка, служения во всем, в жизни. Мы еще там не были. Это пока только предтеча, вот знаете, нам рассказывает Господь о том, что грядет. Если ты движешься против этого духа в более широкой чистоте, твоя война против него неэффективна. Разрежет пополам и не заметит. Чтобы сокрушить алмаз, нужно что-то более плотное, чем алмаз. То есть, чтобы победить какой-то дух, нужно, ну, по крайней мере, такое же или большее посвящение, концентрация и давление. И это связано на всем образе жизни. Если, чем шире чистота, тем слабее дух. И больше поля для самодеятельности. То есть, вот пока мы движемся в этом, хочу, молюсь, хочу, не молюсь. Хочу, пребываю в слове, хочу, пребываю в цириале. Захотел, пошел, захотел, не пошел. Захотел, поржал, захотел, поплакал. Вот, это все здесь происходит. Идешь, дай подумать. Да схожу. Георгий, пойдем в кино. Да я не собирался. Да пойдем. А что? Прикольно же. Звездные войны, наш фильм. Вот оно. Давайте молиться, братья и сестры. Давайте, давайте. А за что? Ну, за что-нибудь давайте помолимся. Что, Славка, давай за тебя. Ну, давай еще. И вот это, мы за Славку, Славка за нас, детка за бабку, бабка за внучку. Да. В общем, вот такая вот жизнь, такое служение, цели никакой нету конкретной. И на этом пути, это путь, это все еще путь. Наш дух, это наш путь. Вот, запомните. Твой дух, это дорога, которой ты идешь. Если ты идешь широко, дорогой, там много, там все, ну, все живут вот так вот, вот отсюда. Из пустого в порожнее переливаются, ездят с конференцией на конференцию, и туда, и сюда успел, и там, знаете, и повоевать, и пообедать все это, знаете, надо уложиться. Нету конкретики, нету концентрации, нету посвящения, и, соответственно, что-то такое. тихие воды села Ама, у нас называется церковь. Спать. Чем шире чистота, тем слабее дух, и больше поля для самодеятельности, стрельбы наугад, в свободной манере. Вы знаете, что вот здесь, вот здесь, запомните, ребята, посмотрите, вот здесь даже то, во что ты одеваешься, имеет значение. Какую-то рубашку одел, вот здесь имеет значение. Здесь без разницы, что ты одел. Одевай что хочешь, ешь что хочешь, смотри что хочешь, вот в своем телевизоре, встречайся с кем хочешь, ходи куда хочешь в гости, покупай все, что захочется тебе. Здесь не так. Здесь уже я не решаю. А пойти или не пойти? Не пойти! Почему? Да потому что это за гранью находится, того, куда я иду. Павел говорит, я ни на что не взираю, не дорожу своей жизнью, только бы исполнить служение. Ой, там тебя... А пойдем, Павел, еще в Ефес, там хорошая церковь, тебя все любят. Не, ребята, Ишуа ходил вот в чем. Он говорит, я ничего не делаю от себя. Я ничего не говорю от себя. Как это так? А поржать? А потрещать с братьями? Как это? А написать что-то в интернете? Нет. Поэтому Ишуа словом изгонял духов и не молился за них, за легионы эти. Поэтому духи сами просили, пожалуйста, разрешив свиней. Он не говорил ему, выйди вон во имя мое. Вы что, вышел? Нет, держите его, ребята, чтобы не побил меня. Он ходил, там такая струя была, там такая концентрация была света, что он заходил в синагогу, а бесы уже орали и пищали. Им больно было от этой чистоты. Есть такая чистота звука, знаете, собаки с ума от нее сходят. Ее можно на телефон скачать. Включаешь, тебе не слышно, наши уши не воспринимают ее. А собака с ума сходит, ей больно от этого звука. Вы знаете, что есть? Звуковое оружие, что можно убить человека звуком, которого он даже слышать не будет. А у него полопаются эти вены в голове от этого ультрачастотного звука. В узкой чистоте ты должен четко следить за тем, что ты делаешь, что ты говоришь, что слушаешь, над чем смеешься и так далее. Тут все строго по водительству и нет места действиям на свое усмотрение в молитве, особенно в духовной войне. Я эти вещи о духовной войне получал. Что есть духовная война, где ты идешь, но там слабые духи, поэтому ты можешь помолиться как угодно и попадешь. В большое что-то легко попасть. Пришли, помолились, все сделали. А что сделали? Как нам сказали, так и сделали. Как братство нам определило. Это сделали, сделали. А отче наш промолили, промолили. А в конце сказали, благодать Господа нашего Иисуса Христа. Сказали. Акол забили, забили. Какой хороший, осиновый. Мы смотрели, сейчас это смеялись. Огнем и мечом кино смотрели, польское. Классный фильм. Где они эту завалили ведьму. Так приятно было, когда убили ведьму. Вау. Я не ожидал. Я думал, сейчас там начнет, а они прямо пулю в лоб. Она раз упала, ведьма эта, Руслана Писанка наша. Ну, женщина украинская. И этот сразу поляк, значит, колышек из-за пазухи достает и ей в грудь. Заколотил. Думаю, вот оно откуда учение о колышках-то идет. Осиновым туда в сердце, именно в ведьме, чтобы не воскресло, я не знаю, до чего забивали, но он забил такой быстро. Так вот, в духовной войне, когда мы идем против каких-то, пойдем против сильных духов, там не будет места нашей самодеятельности. Слушайте, а причастие сделаем? Ну, хуже не будет. Это тут вот так работает. Там мы не делаем причастие, просто потому, что хуже не будет. Мы делаем его, если конкретно было сказано нам сделать его. А если нам не сказано, мы не делаем этого. Знаете, как это проявилось один раз? Вот харизматея – это максимализм во всем, везде. Мы захватим, мы возьмем все, все, всю страну. У нас это вот один из примеров. Так его надо рассказать, еще правильно. Я немножко в Медвежьегорске об этом говорил. Когда была брань с духом ислама, и у них вот эти вот на шпилях полумесяц и три шарика. Ну, три неба, наверное, считается. И вот над всем этим луна, как бы божество. То есть на всех мечетях вот это вот символ, три таких вот шарика и полумесяц наверху. И у нас было такое в духе, что это яйца его, этого духа. Ну, где вот оплодотворение. И Господь говорит, надо раздавить. Раздавить. И мы даем задание, Максим делает из папье-маше, такие вот, ну, похожие на палочки. И Господь говорит, вы раздавливаете одно. Подожди, мы же харизмат. Надо все раздавить, сжечь и вытянуть. Он говорит, одно. И вот это тот момент, когда больше не значит лучше. Когда больше, это значит мимо. Ты ничего не повредишь этому духу. Я помню, как так хотелось все раздавить. Знаете, как обычно? Все растоптать, все сломать. Все, и вот это вот идиотская молитва. Пожалуйста, кто слышать будет на ютубе, прекратите ее молиться. Мы связываем всякого нечистого духа. Это вот, оно никого не связывает. Ноль он связывает такой молитвой. Нельзя связать всякого духа. Потому что ты даже не знаешь, какие конкретика, концентрация, вот где власть. Я помню, как раздавливал это яйцо, одно и два рядом еще. И Максим это уносит. Думаю, слушай, как будто бы что-то не доделали. Но это было, послушание должно было быть в этом. Иначе бы это пророческое действие было в пустоту. Более того, когда мы будем сталкиваться, или кто-то там будет потом сталкиваться, может, не мы, с серьезными духами, вот в этой очень узкой, концентрированной чистоте, и мы будем ходить приблизительно в такой же, или в большей, должны в большей быть, то всякое наше действие за пределы смертельно опасно. Там, где я начинаю уже отсебятину какую-то мутить, или, знаете, как даже не отсебятину, легкомыслие. Да, что тут такого? Да ладно, все, Господь как бы не поймет моего порыва благого. Когда иногда вот мы едем, так что, причастие делаем? Нет. Как это нет? Святое такое дело. Как это не сделать прич... Вы что? А вот так. В этой войне там нет места таким... Сейчас будем молиться. Так, два часа разогрев. Шандарарабаганда, барабаганда. И вот мы два часа греемся, греемся. Потом два часа начинаем связывать, придумывать, что-то высвобождать. Нет. Там слово. Ты пришел, сказал слово, или там пять слов. Все, война закончена. Война окончена. На этом уровне все решается очень быстро. То есть, наш дух, мы, наша жизнь должна войти в такое посвящение Господу. Если мы хотим иметь дело вот с этими духами злобы поднебесной и видеть результаты какие-то духовной войны, почему мы молимся, а результатов нет? Вот почему. Здесь не будет результатов. Вот здесь можно связать дух гриппа, насморока, простуды. Вот что-то вот в одном человеке. Мигрени какой-то. Но когда мы говорим о мироправителях, там другой уровень вообще посвящения. Вы знаете, что этим духом служат люди вообще безумного, сумасшедшего. Они своих детей отдают в жертву этим духом. Детей своих, которых выносили, родили, убивают во славу этого духа. Представьте, в каком они посвящении живут. С одним сатанистом, ну вот когда с ними говоришь, они говорят, знаете, что нас держит? Страх. Мы очень сильно боимся огорчить этого духа, потому что эти духи нас мучают и убивают, если мы выходим из посвящения им. То есть просто так уйти там нельзя, только Господь если освободит. Так вот, если мы живем в таком разболтанном каком-то на свое усмотрение посвящении, нам нечего сказать этим духом даже будет. Можно не молиться. То есть в этой узкой чистоте ты должен четко следить, еще раз повторюсь, за тем, что ты делаешь, говоришь, что слушаешь, там не всякую музыку даже, не всякую христианскую музыку слушать будешь, не всякое кино ты посмотришь, не со всяким человеком разговаривать будешь. Вот такие люди, вот эти люди, они ужасно скучные, ужасно, они скучные, с ними неинтересно вообще ни разу. Это не тот, кто будет сидеть развлекать компанию, знаете, душа компании. И жнец, и этот, на дуде, и грец, и станцевать, и сплясать, и истории порассказывать. Эти люди, это просто камикадзе, камикадзе. Вот самое лучшее, наверное, определение. Камикадзе, который едет на этой торпеде, японец, во время войны, у него кабинка, он управляет торпедой, он все, ну все, все, там больше ни о чем нету мыслей. Как только попасть в этот корабль и, ну, славный какой-то, по его понятиям, смерти умереть. Над чем смеешься, и так далее. Вообще, я заметил, я иногда бываю, бывало, включал какие-то, ну, там, этот, вечерний Ургант, знаете, передачи. Вроде, ну, я послушаю, я чувствую, я обворованный просто. Вроде они там, ну, не так, ну, не сказать, что пошло, это не этот комедиклаб дурацкий, то есть он вроде так как бы интересно, но, я понимаю, что вот здесь ходить никакого Урганта не должно быть близко, не будет. Ему места не будет здесь. Вы видите, что здесь много места? Вот сюда натулить можно и Господа, и Крюковского, и Урганта, и Виле Токарева, и Пугачеву. Вот все поместится. Но здесь или, или только остаться, нету места, много. Вот у кого маленькая машина, он говорит, извините, нету места. А можно как-то, ну, тоже туда как-то засунуться, нету, узко, мало места. Тут все строго по водительству, и нет места действия на свое усмотрение. Всякое нарушение этой чистоты чревато серьезными последствиями, друзья. Слава Богу, мы не здесь. Еще. То есть, понятно, что путь-то какой, он все сужается, 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 сужается. Ты смотришь, каждый, знаете, вот если смотреть каждый год, можно выкидывать часть вещей, которые хранили. Ну вот, так, пройди по дому, пройдите по дому, посмотрите, что вам реально вот не нужно. Избавились, подарили, выкинули. Через год вы увидите, что их больше, чем показалось, на первый взгляд. Слушай, а вот это, что я тогда не отдал? Зачем оно стоит уже, год пылится? Кому-то нужно, кому-то послужит. Я еще не могу до сих пор избавиться, компакт-диски эти лежат, компакт-диски. Знаете, уже нету некуда засунуть, у меня ни в компьютере, ни в ноутбуке, нету сунуть, куда этот диск лежат. Знаешь, уже я сколько лет не касался, ну, я выкинул какую-то часть, вот там музыка какие-то, фотографии, лежат. Кассет уже нету, слава Богу. Кассет я избавился. То есть, с каждым годом, если мы движемся путем креста, наш путь становится все уже и уже. Круг наших друзей сужается. Мне в Медвежьегорске вопрос задали. А кого ты слушаешь из проповедников? Ну, такой, да, вопрос. Мы-то тебя слушаем, а ты кого слушаешь? Я начал, думал, сейчас как-то загибаю пальцев, говорю, так, Крюковский, Ребе-Юзык, все. Ну, Ворон Аш могу послушать, старый, но его нет уже свежих. Каца нету на русском, слушал бы. И все. То есть, если брать вот свежее слово, которое сейчас, я вот Крюковский, Ребе-Юзык, все, все. Слишком узко все стало. Могу кого-то изредка, ну, где-то что-то попадется, там, вот этот Бен, как-то попался, послушал. Но это такие единичные. Все становится уже, уже. А почему ты не слушаешь? И места нету. Нету места просто во мне. Я включаю, и я вижу, все мимо льется. Мимо, мимо, мимо. Вот, ну, кушать-то надо, тоже по цели. Тут не должно быть места легкомыслию. На определенном уровне легкомыслие смертельно опасно. Аминь. Я не говорю это, что нам сейчас надо сюда залезть. Понятно? Смотрите, пожалуйста, Урганта. Слушайте проповедников, ходите в кино. чтобы не поняли, чтобы не поняли, что тут призыв пришел. Сейчас монашество, аскетизм в келье. И забыть за море всем сразу. Все, не купаться, там, кофе не ходить, не пить, нечего тут. Кафе не ходить. Все, рис, гречка, хватит. Не надо суши кушать. Вообще уже обнаглели, суши кушают. Кушайте, пожалуйста, ходите. Просто понимание, что пришло. Почему мы еще не можем бросить вызов какому-то духу? Потому что эта чистота еще слишком крепкая для нас. Ой, Христос в нас больше. Ну, тогда что-то не работает это у всех. Почему-то у одного Христос работает, а у другого не работает. Значит, не все за Христа зациклено. Да, во мне Христос, но я-то должен ему как-то соответствовать тоже в посвящении. Чему посвящаю? Иисус ходил по ресторану, что ли? Был бы интернет, то я не верю, что он бы сидел, смотрел ютубчик. А ничего бы посмотреть сегодня вечерком. Апостолы там спят сейчас что-нибудь. Перед сном такого. Урган-то. Что-то я прицепился к этому. Урган-то. Кто еще есть какие-то? Битву экстрасенсов, посмотрю. Смотрите, Иисус такой. Я не могу представить, чтобы он такое делал. Или такой, сегодня, сегодня мы, ребята, мы никуда не идем. День ухватит, уже наслужились, находились. Это Галилея, жарища. Отдыхаем, ребята, апостолы еще. Давай, Петя, заказывай суши, костерчик, все. Релакс. Нет, нет. Поэтому, если мы хотим видеть дела, которые делал он, наверное, и жить придется, как он жил. Ну, не выйдет так, не выйдет, что между, знаете, меганомом и Ашаном вдруг Иисус во мне проявился. Пока я шел, там шмотку не нашел, шел туда шмотку искать, и вдруг во мне лев из колена Иудина начал рыкать. Я ж обкакался, да, об страха. Спишь, ну, как бы мы восприняли, если вдруг в тебе бы зарычал лев. У нас в Турции вот это было, одна сестра там ходит, молится, ходит, молится, снимает на телефон. Она же сама испугалась. Сестричка. Лев как зарычал с нее, с рта. Мы не готовы к таким поворотам. Нам страшно, детей испугать можно. Мама, что с папой? Лев начал рыкать. Кто не содрогнется? Папа рычит. У папы дела в духовной сфере с высокопоставленными духами. Вот так. Хорошо. Наверное, много еще можно сюда вообще вложить в эту тему. Я думаю, основное все понятно. на 13.00. Закройте глаза, помолимся. Отец, спасибо тебе за эти предвесники, предтечи, того, куда ты нас ведешь, чему ты обращаешь уже. И мы молимся, чтобы действительно мы, как церковь, мы вошли в эти измерения глубины, посвящения, этого нагнетения и давления, этой концентрации, этой конкретной цели, чтобы наш путь действительно был узок и тесен, так, чтобы эти духи, с которыми будем сталкиваться, не ломались, а тебя в нас, чтобы видеть реальные изменения, реальную жертву в нашем поколении, видеть, как массы душ они спасаются и не идут в озеро, они идут в вечность. Мы молимся, чтобы мы, как церковь, здесь, Крым, Россия, Украина, весь этот наш регион был блок от того, что мы на этой земле находимся, чтобы это были какие-то конкретные истязаемые плоды нашей жизни здесь, на этой земле, не просто занимали место, не просто арендовали залы, но имели конкретные результаты, изменения, спасенные души, прославленное Твоем имя в этом поколении. Слава Тебе, наш Царь, слава Тебе, наш Господь, мы воздаем Тебе славу, мы воздаем Тебе честь, мы благодарим Тебя за то, что Ты ведешь нас, много званых, но мало избранных, мы рядуем быть в числе избранных, мы рядуем быть в числе тех, кого Ты называешь победителя, верные в мало, слава Тебе, Господи, Аминь, Аминь. Аминь. Поэтому желаю вам всем узрости и тесноты в хорошем смысле этого слова. Вот почему тесные обстоятельства нас в эти тесные, в тесную чистоту загоняют. нет ничего плохого ездить на море, загорать на пляже, но лежа на пляже мы никогда не сможем столкнуться с этими духами. Лежа на пляже вот такой человек, он будет постоянно осознавать себе, я солдат, я не буду эти задницы голые рассматривать. Ну, а я нормально все послужил, теперь можно расслабиться и начинаем расслабляться. Роди Господь. Перед тем, как вы разойдетесь, не могу не зачитать. Один брат выложил цитату Вильяма Сеймура. Помните такого? Азут застрелил. Дух святой сошел, они начали молиться языками. То есть ребята находились в эпицентре, в эпицентре голога. И вот этот человек, он пишет, послушайте, очень мудро, то есть это послание, ну, просто мой тухарный пример сразу. Это послание из эпицентра, я не знаю, как сказать, про обуждение, движение Божьего, то есть вот как люди, что люди чувствовали там. Он говорит, вы не можете завоевать людей, проповедуя против их церкви или пастора. вот тоже вокруг себя стрельцов. Мы спасем людей тем, что будем разоблачать. Это люди не дураки. Почему? Ну, иногда мы считаем люди какие-то идиоты, вот они сидят, их там обокрадывают, обманывают, они сидят, они же не идиоты, они это видят. Многие сидят осознанно, но люди не дураки. Видите, тогда это было, но ничего не поменялось. Бомбиния религии. Если вы проповедуете против церквей, то обнаружите, что сначайший дух Христов ушел, и вместо него пришел высокий дух осуждения. Аминь. Если мы начинаем концентрировать свою работу духовную против кого-то, какой-то церквей, посторон, служителей, вот, я согласен на сто процентов, дух Христа уходит, это не он. И приходит жестокий дух осуждения. Человек становится жестким, которому дальше дай меч и отойти в сторону. Смотрите, что он пишет дальше. Церкви нельзя обвинять в расходах. Люди стремились к свету. Они построили динаминации, потому что не знали лучшего пути. Когда люди отходят от любви Божьей, они начинают проповедовать там как бы там то есть все эти динаминации наши братья. Все эти динаминации наши братья. Поэтому давайте искать мира, а не разделения. И вот послушайте очень сильно. В тот момент, когда мы начинаем считать, что знаем всю истину или знаем больше, чем кто-то другой, мы теряем ее. В тот момент, когда я начинаю считать, что я знаю всю истину, я знаю больше тех отсталок, я теряю истину, может, это не дух Христов. Вау. я думаю, что нам есть чему поучиться вот эти люди. Они знали, что лучше нас, вот такой дух Христов. Поэтому не увлекайтесь этими обсуждениями, перемываниями костей, разоблачениями, мультянами, это мне тоже медвежегорская, мультянка, такое нам дело это мультяна. Мы там были, мы же его знаем, свечку там удержали или пересчитывали, кого он сколько там отстегивает, зарабатывает. Нафиг, ты даешь это мультяну? Нет. Что ты предвязался? Он ответит перед Богом, неужели Господь не в состоянии разобраться с мультяном? Если он еще живой, здоровый, ходит на земле и занимает какое-то положение для чего-то это тоже мультяна. Я говорю с людьми с церкви мультяна. Они сказали мне вот что, это мне немножко вправо на мозги. Мне все считалось, они там такие все обмалтые, в таких церквях сидят, вот это еще они видят, а все они видят. Они видят, с чем живет пасырь, как он живет и как он себя видит. Они мне сказали такое, люди это поставлены в Украине, в Киеве. При состоянии определенном. Нас все время тянут деньги, все время звонят, звонят, тянут, все время мы это все видим, это все наигрывается, но туда престижно ходить. Если мы пойдем в церковь к твоему папе, нас не поймут наши друзья, элита. Они не осудят нас. Поэтому мы ходим туда, потому что туда приемлемо ходить даже неверно, нормально, престижно. Знаете, как не во всякий ресторан люди богатые, не во всякие пойдут, потому что это будет ниже их стоимости. И есть какие-то они знают, что в 10 раз переплачиваешь, но зато это престижно. Ты выглядишь в глазах других хорошо. Вот почему многие там сюда. Они это выбрали сами, они не дураки. Их это устраивает. Поэтому Павел говорит, вы охотно терпите, когда кто-то вас бьет на лицо. Помните? Считайте, это нормально. Люди этого не понимают. Поэтому нам не надо лезть туда со своим пальчиком я бросаю тебе вызов. Предоставьте Господу судить и мстить. Есть пророки, которые Господь дает этот меч освобождать. Но если мы не здесь, не надо получить дух осуждения и потерять дух Христа. Все. Это не то, что мы закрываем глазами все братья. Мы не буддисты, чтобы так все вести. Грех это грех, беззаконие это беззаконие, но есть полномочия, которые у нас может не быть, чтобы туда влезать. Как помните, Джойлер говорит, если вы взялись судить невесту Христа, будьте уверены, что вас Бог уполномочил, потому что это невеста его, и он может и спросить еще с тебя, а я же хотел как лучше, но сделал-то хуже. Аминь. Так, что же нас ждет? Узкие, тесные пути, если мы хотим ходить в такой победе. Если же нас устраивает вот это болтание между этим, и между прочим, там еще чти, и между прочим, и Господа, помните? То есть где-то мое посвящение, оно вот такое. То есть конечно там силы очень мало. То есть каких-то духов мы сможем бомбить и тут, безусловно, иметь какую-то победу. Но когда мы говорим 50-х 6-12, это посвящение. Колесам было сказано гал-гал, колеса раскручиваются все сильнее. То есть махами времени, все видите об одном, об одном. Обороты, частота вращения возрастает. Знаете, самолет, чтобы ему взлететь, ему надо определенную скорость набрать, он не может взять и попрыгнуть и полететь. И вот если, я просто смотрел, как бы вот это за... И вот бывает он взлетает, и из-за того, что он взлетел раньше времени, он не может набрать высоту, не может разогнаться. То есть он не разводится, он упадет. то есть нам нужна эта чистота. То есть можно, знаете, как вот вот он уже разгоняется, мы просто сейчас это летали, и можно раньше времени начать вот это вот, тянуть его на взлет, и он оторвется, и потом бум, шлепнется, потому что он не набрал вообще эту скорость. То есть ему надо войти в определенное посвящение, чтобы оторваться. Аминь. Хорошо. Хорошо. Продолжение следует...